Наступление больного будет идти в Сурице, все остальное оборудование, которое... Сколько у вас, что я не учил? Здесь 10 коек, в каждом, в принципе, палате, в каждом боксе имеются аппараты ВЭЛ среднего класса, но и тоже стажировки. Везде подведен кислород и одноместные ВЭЛ, что предусмотрено, как дополнительно развернуть, тоже анимационного отделения. В принципе, стены, материал легко обрабатывается, здесь вы видите шлюз для передачи пищи и потом отдельно грязной посуды. Там происходит облучение его ультрафиолетом для того, чтобы обеззаразить бактериальные и вирусы. Эти кадры были сняты в возведенном буквально за считанные недели госпитале Минобороны. Еще 14 дней назад здесь шла лишь подготовка к строительству, теперь полноценное медучреждение. Бокса оформлены, аппараты ВЭЛ готовы к работе, медперсонал также находится в боевой готовности. Министерство обороны в кратчайшие сроки выполнило поручение президента нашей страны и на территории Волгоградской области построен и введен в эксплуатацию современный многофункциональный медицинский центр, в котором будет оказана медицинская помощь военнослужащим, проходящим службу на территории Волгоградского гарнизона, пенсионерам, ветеранам, а также при необходимости будет оказана медицинская помощь жителям Волгоградской области. Новое медучреждение было возведено за рекордные сроки – 40 дней. Общая площадь здания – 5,3 тысячи квадратных метров. Внутри приемное отделение – два полностью боксированных отделения на 45 койк, каждая реанимация. Обустройство отделения представляет из себя так называемую чистую зону, которая представляет из себя вот этот коридор, который медицинские работники могут передвигаться без средств индивидуальной защиты. Пациенты выход в данный коридор не имеют из палат боксов. Общее обустройство представлено палатами боксированного типа на две койки. Центр соответствует всем требованиям, предъявляемым к инфекционным стационарам. Новое структурное подразделение военного госпиталя обеспечено необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, расходниками, средствами индивидуальной защиты. Штат медицинских работников укомплектован на 100% и подготовлен к приему первых пациентов. Работает с пациентом в защитном костюме. В нашем случае защитный костюм представлен в виде защитного комбинезона, очков, респиратора, бахил и перчаток. Отметим, что в настоящее время на территории области продолжает действовать режим повышенной готовности. До 11 мая продлен режим самоизоляции для всех жителей. Региональный оперативный штаб функционирует в круглосуточном режиме.